Всех приветствую! Я хотела снимать очень много видео, в смысле не за один день, а много было идей, желаний, что снять. Хотела продолжить съемку видео про покупки вещей. Потом я решила снять болтологического характера видео. Тут я вспомнила, что я забыла снять видео про фавориты. Оно у меня заготовлено, у меня даже написан сценарий. Я про него просто забыла. Я не знаю, интересно будет кому-то смотреть мои фавориты или нет, но я люблю такие видео. В таких видео показывают те вещи, те продукты, на которые стоит все-таки обратить внимание. Если вам интересно такое видео, то, конечно, продолжайте смотреть, а я буду продолжать рассказывать. Первая часть фаворитов у меня будет состоять из уходовых средств. Честно, в этом году вообще я как-то меньше стала уделять внимания каким-то декоративным покупкам. Больше как-то у меня было направление на уход. Поменяла приоритеты в своей жизни, в своих взглядах. Если раньше мне хотелось всего и много, сейчас, конечно, хочется и эту помаду, и эту, и этот крем попробовать, и тот. Раньше у меня было много всего, у меня были запасы именно как декоративные, так и уходовые. Сейчас у меня такого всего нет. Я если покупаю что-то, что мне хочется, именно вот мне загорелось, я еще даже подумаю, нужно это мне или нет. Может, это просто какое-то баловство, хочется что-то новое. У вас и так куча всего, а вам опять хочется какой-то новизны. Поэтому я считаю, что лучше покупать что-то одно, довольствоваться им. Честно, на мой взгляд, это как-то рациональнее, чем то, что у меня было до этого. У меня было куча всего. Я еле это все привезла сюда, как бы, поэтому я считаю, что даже при перевозке лучше взять одну косметичку, да, чем 2, 3, 4. Как всегда, я не могу без болтовни. И давайте, наконец-таки, уже приступим. Первое, что хочу показать, это скраб для лица, также для тела, который я готовлю в домашних условиях. У меня есть во влоге рецепт этого скраба. Это кофейный скраб. Я оставлю ссылку под видео на это приготовление скраба. К примеру, если летом я могу даже каждый день им пользоваться, то зимой, осенью, весной, там, я не могу пользоваться им каждый день. Максимум только на вечер, снять косметику, остатки косметики. Но летом это был мой фаворит, именно из ухода, именно из скрабов для лица. Я уже давно не покупаю какие-то покупные скрабы, потому что они все разные. Одни могут вызвать высыпание, другие могут просто не подходить, потому что они ничего не делают, они не скрабируют. В общем, много моментов меня останавливают при покупке скраба. Это самый мой незаменимый, самый любимый скраб на, наверное, все времена года. Этим скрабом я пользовалась как и в прошлом году, так и в этом году, поэтому у меня уже, кстати, давно нет покупных скрабов. Также уход за лицом. Конечно же, в уход у меня входило средство для умывания, такое как Диадемин. Этим средством нельзя снимать макияж. Снимала я другим средством макияж, но это средство хочу выделить как не уходовое большее средство, да, а быстрого действия. Потому что это средство, как здесь заявлено, сужающие поры крем-гель для умывания. Я им пользовалась именно по утрам, либо на вечер, когда я хотела выглядеть шикарно, чтобы моя кожа была идеальная. Я скрабировала лицо, после этого еще проходилась спонжиком с вот этим средством. И поры мои, соответственно, очищались и сужались. Если у вас расширенные поры, советую попробуйте. Только нельзя наносить на глаза, потому что здесь есть салициловый спирт, кислота. Также я летом не любила использовать какие-то крема для лица, потому что не нашла я какого-то идеального крема. Но именно летом, этим летом, я любила больше использовать вот такую сыворотку от Mizon. Это у нас Original Skin Energy Hyaluronic Addict 100%, по-моему. Нет, 50% гиалуроновой кислоты. Средство такое для меня не особо понятное было. Вообще, как заявлено у корейцев, да, что вы наносите крем на лицо после очищения и потом уже наносите вот такую сыворотку. Ну, не важно какую, любую, но именно сыворотку вы наносите после крема. Когда я так делала, мне не очень нравилось. Какой-то странный эффект, что-то как-то не очень меня это впечатляло, не очень мне это нравилось. Я прочитала на Косметисте, что можно вот такие сыворотки от Mizon использовать соло. Я попробовала, и когда я попробовала, была весна, и еще было холодно. Мне не понравилось. Сыворотка у меня стояла до лета, где-то, наверное, в июне или в конце мая. Я решила воспользоваться все-таки, попробовать. И какое мое было удивление, что когда наносишь эту сыворотку, да, в принципе, любую, она очень быстро впитывается кожей, не остается никаких жирных следов. Косметика ложится просто как прибитая, нигде ничего не плывет, не скатывается. Суперская вещь именно на лето. И именно вот такая вот от Mizon, потому что у них есть другие серии. Кожа с ней, с этой сывороткой, у меня не пересыхала летом абсолютно. Я комфортно себя чувствовала. Я чувствовала себя, как будто нанесла какой-то увлажняющий крем. Ну, а на ночь я летом использовала большую часть времени. Вот такое масло. Это масло от L'Oreal, роскоши питания, экстраординарное масло. Я сначала, когда его покупала, мне казалось, что оно мне не подойдет. Не знаю, почему. Честно, L'Oreal у меня ассоциируется с какими-то красками для волос, либо с декоративной косметикой. Уходовые же средства я, во-первых, никогда не пробовала от L'Oreal. И мне казалось, что ничего хорошего они там такого не производят. И каково было мое удивление, когда я первый раз на ночь нанесла, я просто в шоке была. Во-первых, оно впитывается, оно такое вот суховатое масло по текстуре. И оно впитывается за счет этого быстро и не оставляет никаких жирных следов. Особенно вот визуально вы этого не видите. Вы можете ощущать, если будете прикасаться к коже. Но визуально этого не видно, и мне это понравилось. Потому что до этого, когда я наношу, к примеру, кокосовое масло, любое другое масло на лицо, на ночь, то у меня жирный такой блин на лице. С этим маслом такого нет. И у него приятный запах для меня. Приятный запах. Но моему парню не понравился этот запах. Потому что он опять же такой травяной. Мне кажется, даже лаванда здесь добавлена. Я не помню его составляющую. Я не знаю, но мне хочется купить вторую баночку. Потому что кожа моя была шелковистая, бархатистая, напитанная на вид. И увлажненная, и какая-то такая, знаете, вот живая. Какая-то вот нематовая. Я даже не знаю, как сказать. Она ухоженная. Вот именно ухоженная на вид. Пробовала это масло, кстати, наносить и днем, в холодный период. Под макияж. И мне тоже понравилось. Вот честно, очень хорошее масло. Как на утро, так и на ночь, в холодный период. Ну и еще, что хочу показать. Это крем вокруг глаз. Я сначала не хотела его включать в это видео. Потому что я его приобрела уже под конец лета. Но месяца два я им пользуюсь. Поэтому это крем для глаз от Олеси Мустаевой. Под номером 8. Мне он нравится. Это мой must-have. Мой фаворит. И именно в летний какой-то период, да, он мне очень нравится. Осенью сейчас я им пользуюсь. Тоже ничего. Я не вижу никаких проблем. Не пересушенной кожи под глазами. Наношу просто его чуть больше, чем наносила до этого. Ну и так же моими фаворитами были масла для губ от Нивея. Разных-разных запахов. Меняет... Каждое из этих масел как-то подходит под определенное время года у меня. Вот такое вот с малиной я люблю больше весной использовать. Вот такое вот у меня все время в сумке лежит. Обычное масло. Нежный уход. Оно с таким нежным запахом. Ничего там такого вот из съестного в запах не добавлено. Но оно тоже очень приятное, это масло. Вот такое вот, к примеру, с ванилью. Я обожаю осенью использовать. И сейчас им пользуюсь интенсивно. Вот такое вот с карамелью я обожаю именно зимой. Но летом я любила больше использовать масло с запахом кокоса. Я его как раз таки летом и нашла. Теперь он у меня ассоциируется именно с летом. Честно, вот эти все масла, они отодвинули все остальные мои бальзамы для губ, даже кармакс. Еще в уход я решила включить пасту сплат. Покажу первый и последний раз ее именно в фаворитах. Потому что у меня не было еще такой пасты, которую я могла бы похвалить. Эту же я показываю и в покупках всегда, и в пустых баночках. Мне уже как-то даже, честно, самой подташнивает. Ну, не знаю, вы просите показывать все какие-то пустые баночки, которые у меня есть. Также все покупки, которые я приобретаю. Поэтому это я и показываю. Также в уход я хочу включить свое любимое масло от Johnson's. Перепробовала все вариации запахов, которые есть только в линейке масел Johnson's. Летом я очень его часто использовала, потому что летом ноги у нас больше открыты. И на тело использовала его. И летом вообще тело такое, вот особенно если загорело, становится таким сияющим, бархатистым. В общем, я обожаю это масло. Хоть декоративки у меня было совсем чуть-чуть, потому что это было лето. Раньше я не понимала, как многие говорят, вот летом мне так не хочется пользоваться там вот тоналками, даже CC BB кремом. Мне ничего такое не хочется наносить на лицо. Мне было просто невдомек, как так можно. Потому что раньше я использовала и тоналки, и какие-то BB крема, CC крема. Да, я также этим летом пользовалась CC кремом, BB кремом, но в очень малых количествах за счет того, что я занималась спортом. Я правильно питаюсь, меньше ела сладкого, всяких каких-то неполезных вкусностей. И фаворитами могу выделить лишь пару продуктов для лица. Первый продукт для лица, это, конечно же, будет консилер от Maybelline, Better Skin. Я просто от него в восторге, когда его приобрела и первый раз нанесла под глаза, я просто офигела. Я, во-первых, офигела с того, как он наносится, он хорошо ложится. И уже по истечению времени, я просто, когда посмотрела в зеркало, офигела от того, что он у меня не скатался абсолютно. Он держался как прибитый. Также хочу показать вам такого моего старичка. Покупала давным-давно, еще делала заказ. Не помню, с какого сайта. По-моему, даже с официального сайта. Точно говорить не буду. Косметика это Makeup Academy. У меня от нее было несколько палеток и хайлайтер. Вот хайлайтером я пользовалась все лето. У него такой холодный подтон, но он мне нравится за то, что он дает хорошее такое шикарное освещение. Также еще хочу выделить несколько вариантов для губ. Это у меня обычный бесцветный блеск для губ от Ariflame. Якобы с каким-то 3D эффектом, по-моему, он идет. В общем, он обычный, прозрачный, глянцевый. Дает такую ухоженность губам. Мне нравился. В принципе, можно летом использовать любые разные прозрачные блески. Я как бы не люблю летом использовать блески, именно вот эти текстуры такие жидкие, потому что липнут волосы. Но этот блеск у меня в фаворитах уже давным-давно, потому что он нейтральный. Вот именно за счет своей нейтральности он у меня и в фаворитах. Если бы у него был какой-то оттенок, он бы не был, мне кажется, таким фаворитом. Поэтому, в принципе, не обращая внимания на фирму, я просто выделяю прозрачный блеск, которым иногда на выход, вот, к примеру, даже в тот же магазин, если вы идете в нормальный магазин, либо в какой-то супермаркет, либо просто вы куда-то выходите и хотите сделать свои губы нежными. Поэтому, вот, любой прозрачный блеск, который вам нравится, будет как нельзя кстати. Также у меня был фаворитом вот такой вот стик от Catrice. Он у меня в обычном, таком классическом, слегка розоватом оттенке. И он мне нравился за счет того, что он очень кремовый, такой вот, как бальзам. В принципе, это и есть, по-моему, помада-бальзам, либо блеск-бальзам, что-то такое. В общем, он также делал мои губы очень такими вкусными, спелыми, такими очень привлекательными. Но, тем не менее, он еще давал какой-то такой вот минимальный оттенок губам. Неплохой карандаш, но, честно, уже поднадоел. Вот, летом он был у меня в фаворитах. Сейчас я уже его добиваю, как-то хочется даже побыстрее его добить. Я не знаю, на сколько минут получится это видео. Запаситесь, пожалуйста, терпением. Мне еще кое о чем хочется вам рассказать. Также хочу показать средства для ноготков. Летом я, даже до лета, по-моему, приобретала вот такое средство от Nail Look. С таким вот бриллиантовым каким-то отливом для французского маникюра. Им я очень часто покрывала ноготки, потому что в последнее время, я уже где-то упоминала, по-моему, во влоге или в видео каком-то, мне не хотелось вообще никакие цвета наносить на ноготки. Я просто покрывала вот такими вот какими-то бесцветными. Поменялись вкусы, и я не хочу ничего кричащего на своих ноготках. Я, конечно, люблю красные оттенки, также дальше продолжаю им пользоваться. Я также красила ими ногти на руках, но большую часть времени я проходила вот с такими молочными оттенками. Еще у меня есть новинка также от Sally Hansen, Triple Shine, который в 170 оттенке. Great White, по-моему, называется. В общем, это такой жемчужный оттенок, он именно выбеливает ногтевую пластину, он именно ложится как лак. Вот такие вот, больше как покрытия такие, да, для френча. Вот это именно лак, если в три слоя, если в два слоя, такое тоже покрытие, но с жемчужным отливом. Также я не могла обойтись без педикюра. И цвета, которые у меня были фаворитами, к примеру, остается у меня фаворитом вот такой вот бордовый цвет от Maxi. От Floor Mar, обычный красный оттенок и вот такой вот от Nail Look, он какой-то такой темно-темно-бордовый. Также моим фаворитом летом была вот такая вот подвеска. Я приобретала ее, по-моему, в DIVA. И это обычное сердечко, в котором написано DIVA. Также у меня есть куча вариантов очков, которые я очень любила и на которых я просто помешалась. Есть разные варианты, как и спортивные, так и какие-то более-менее прикольные. Также я этим летом очень любила вот такую обувь. Это мои любимые сандали от House. Я их очень люблю, они хорошего качества. Этим летом я их просто затаскала. Они очень красиво смотрятся на ноге, особенно на загорелой ножке. Также обожала вот такую сумку. Я говорила уже о ней, что она мне очень нравилась. Также не могу пройти мимо, потому что это был мой фаворит. Ну и хочу еще показать вам вещи. Это лосины из магазина Gloria Jeans. Они обычные. Талия у них на резинке. Ничего нигде не передавливает. Они зауженные. Сидят по фигуре. Я вставлю фотографию. В принципе, по фотографии будет видно, что будет у меня следующим фаворитом. Потому что эта футболка вот такая вот с таким вот зайкой, который из неоновых поедок. Очень любимая футболка. Потому что я ее таскала с вот этими лосинами очень-очень даже часто. Также, в принципе, могу выделить в фаворитах спорт. Спорт в моей жизни очень давно. И спортом я занималась то интенсивно, то делала какие-то передышки, то менялись направленности. Что-то я пересматривала, что-то убирала, что-то добавляла, что-то новое пробовала. И летом спорт был у меня на первом месте. Я очень много занималась спортом. Даже на работе умудрялась. Ну и жиротва. Я очень люблю покушать. Я думаю, так же, как и все. Очень любила апельсины. Апельсины я люблю круглый год. Но летом почему-то этим летом я их любила намного больше. И употребляла намного чаще. Также я обожала свеклу. Я ее люблю также в любое время года. Но летом почему-то у меня был такой обширный наплыв. И я очень много ее ела. Для каких-то перекусов, чайпити я очень любила кушать изюм, финики и арахис. Даже иногда все вместе употребляла. Можно, конечно, употреблять для перекусов и банан. Но как-то бананы потяжелее для меня. Эти же перекусы и вкусные, и сладкие. Также хочу рассказать, какие я читала книги. Я прочитала летом книгу «Гордость и предубеждение». Мне очень было интересно после десяти раз просмотров фильма прочитать, наконец-таки, эту книгу. Книга мне понравилась очень сильно. Я слышала, многие девочки говорили о том, что книга лучше, чем фильм. И некоторые есть, которые говорят, что фильм лучше, чем книга. Я честно вам скажу, я люблю и то, и другое. Книга по-своему написана. Там много таких каких-то мелочей. Хотя их не так уж и мало в фильме. И книга, и фильм, они вот именно практически идентичны. Вот именно мне так показалось. Если вы не смотрели этот фильм и не читали книгу, то советую сначала сделать, как я, посмотреть фильм, а потом прочитать книгу. Также сейчас я дочитываю книгу «Дома озера». Очень интересная книга. Почему решила прочитать именно это произведение? Потому что я смотрела фильм «Дома озера». Мне он очень понравился. Но книга, она совершенно другая. Не такая, как фильм. Также еще параллельно я читаю «Грозу». Я ее читала еще в детстве, в школе. Школьные годы я читала в сокращенном варианте, потому что мне было лень читать. И честно вам скажу, мне понравилась еще тогда эта книга, это произведение. И под этим мнением я вот вспомнила и решила прочитать заново. Пока, честно, меня как-то не очень впечатляет. Я помню, что мне понравился очень конец. Вот именно сам ход истории и именно конец. Вот жду, когда будет конец книги и какое у меня будет ощущение. Мне очень нравятся ощущения, когда я смотрю какой-то очень прекрасный фильм, либо прочитала книгу, либо сделала какое-то дело, завершила его наконец-таки. Вот эти вот ощущения меня переполняют. И они мне настолько нравятся, что ради вот именно хотя бы вот этого ощущения, я думаю, стоит смотреть какой-то фильм, стоит читать какую-то книгу, стоит делать какое-то дело и довести его до конца. Ну и по завершению хочу вам рассказать о своих предпочтениях в музыке. Я очень редко вообще включаю такое видео. Как вы можете заметить, много чего проскакивало в этом видео, что я не показывала раньше, даже именно по категориям. Вообще, мое музыкальное предпочтение – это рок. Старый рок в основном. Попсу я совершенно не слушаю, тем более шансон какой-нибудь. У меня просто это все вызывает негативные эмоции, но вкусы у всех разные, правильно? Вот и все фавориты, которые я вам хотела показать. Расскажите, какие фавориты были летом у вас. Жду ваших фаворитов в комментариях, так что увидимся там. Спасибо за внимание. До новых встреч. Пока-пока.